Судьба часто испытывает на прочность человека и не всегда испытания приносят радостные перемены. Алексей Воробьев, российский певец и режиссер, столкнулся с несчастьем, которое кардинально изменило его жизнь. Поставленный перед выбором сдаться или сразиться, он выбрал второе и стал ярким примером силы человеческого духа. В 25 лет ему выпала тяжелейшая судьбоносная проверка, после которой мало кто смог бы остаться стойким. Алексей вырос в обычной семье, где отец работал охранником, а мать занималась домашними делами. Уже в детстве он увлекался музыкой, научился играть на аккордеоне, гитаре и фортепиано. Поступив в музыкальное училище, он полностью раскрыл свой музыкальный талант. С приятной внешностью он успешно вошел в шоу-бизнес, став открытием MTV в 19 лет. В 23 года он представлял Россию на конкурсе песни Евровидения 2011 и подписал контракт с продюсером Леди Гаги. Находясь в США, не зная английского языка, казалось, что судьба улыбнулась этому молодому человеку. Однако все изменилось в мгновение ока. В конце января в Лос-Анджелесе из-за столкновения с автомобилем Алексей потерял сознание и пришел в себя только в больнице. Позднее он признался, что сам виноват в произошедшем, дав девушке стеть за руль раритетного Porsche 54 года на горном серпантине с механической коробкой передач. Он вспоминал, цитата, «Сам виноват в том, что случилось. Посадил девушку за руль, а машина непростая в управлении, Porsche 54 года, механика, к тому же горный серпантин. Потом она мне рассказала, что во что-то врезалась, с той частью машины, где сидел я. В госпитале, где Алексей Воробьев оказался после инцидента, ему был поставлен жуткий диагноз, кровоизлияние в мозг, инсульт и все это лишь в 25 лет. Этот страшный поворот событий парализовал половину его тела и, по словам врачей, вызвал массовую гибель клеток мозга. Сам певец поделился, что это стало настоящим испытанием для него физического и эмоционального состояния». Цитата, «Не дай бог такое пережить кому-нибудь. Ты просыпаешься и понимаешь, что половина лица у тебя просто не работает. Ты не можешь делать абсолютно ничего, ни пить, ни есть, ни глотать. Одна рука вообще отказала, не двигается. И на данный момент я пытаюсь переосмыслить свою жизнь, вспомнить, где я поступал не так и за что мне такое наказание», – вспоминал артист в 2013 году. Медицинское сообщество было скептически настроено относительно возможности полного восстановления Воробьева. Врачи заявляли, что вернуться к прежней деятельности артист сможет с трудом, если вообще сможет. Однако, несмотря на все трудности, Алексей решил не сдаваться. После длительной и настойчивой реабилитации, в которой были вложены несметные усилия и вера в собственные силы, Воробьев смог восстановиться. Хотя не полностью, но его усилия поразили даже врачей. Певец вернул себе способность играть на инструментах, петь и различать ноты, несмотря на изменения в голосе. Инсульт оставил свой след, и Алексей Воробьев не скрывает того, что потерял часть своего творческого потенциала. Он рассказывал, цитата, «После всех этих событий я как будто потерял голос. Он стал каким-то странным, высоким. Когда я первый раз попытался спеть, то сразу зарыдал. Я потерял все и сразу, все то, чем занимался всю жизнь. Звуки я произносил, но вот в ноты попадать не мог, хоть убей. Ведь умерло у меня правое полушарие, которое отвечает за творческие навыки, пришлось этому обучаться заново». Тем не менее, несмотря на все трудности, Воробьев продолжил свой творческий путь. С 2013 года он срежиссировал несколько десятков видеоклипов и записал более 30 композиций. Участвовал в телевизионных проектах, снялся в российских фильмах и даже добился успеха в Голливуде, сыграв в нескольких американских картинах. Это история о невероятной силе воли человека, который после смертельного удара смог встать на ноги и вернуться к творчеству. Алексей Воробьев стал не только символом надежды, но и примером для тех, кто сталкивается с трудностями, указывая на возможность преодоления даже самых тяжелых испытаний.